Приветище! Вчера вышла новенькая игрушка, про которую, наверное, только ленивый не слышал, под названием «Черный миф укуна». Короче, если проще сказать, то это игра про обезьяну-каратиста, которая с палкой будет всех мочить, в том числе и боссов. Погнали посмотрим на эту обезьяночку. Грозный король обезьян. Вот это у него наряд. Сколько золота на нем. А палка-то какая огненная. Ого, это боги. Я что, биться с ними буду, что ли? Ты это брось, смотри, они какие здоровые. Не надо к ним лезть. А, ну конечно, у него еще есть летающее облако. Вместо ковра самолета мы летаем на облаках. Я, наверное, сейчас подлечу к ним и буду дерзить. Я на самом деле не играл вообще ни в одну серию вот этой игры и даже не имея малейшего представления, что будет сейчас здесь происходить. Знаю, что будет «Махач». Армия богов против меня одного. Суровые ребята. Что-то мне даже немножко очково. Они, кстати, тоже заочковали. Видишь, против меня выставили свои пики. Мой учитель спасен. Священные тексты целы. Я всего лишь хотел жить на своей горе. Подальше от тебя и твоих так называемых добродетелей. Те, кто живут наверху, мне не доверяли. Я могу их понять. А теперь они прислали тебя и целую толпу болванов, чтобы запугать меня и снова сделать покорным. Это я тоже понимаю. Но одного я никак не пойму. Зачем вы, твари, убиваете моих сородичей? Адская псина какая-то. Все, мне придется ей наковылять. И сейчас эта псина, наверное, превратится в кого-нибудь там крутого. А, нет. Обычная псина. Ну, не совсем, ладно. Не совсем обычная псина. Опаньки. Это псине скинули или как? Назад, глупая псина! Это непростая обезьяна. У нее немало достоинств. Некогда его даже сделали Буддой. Только я могу вызвать его на поединок. Учти, обезьяна. Я не склонен сражаться с теми, кого побеждал прежде. Вот что я предлагаю. Если проиграешь, я заберу тебя в небесные чертоги. А они останутся и сравняют твою гору в пепел. Если же проиграю я, то непременно отомщу. А они все равно уничтожат твою гору. Это будет весьма печально. Ты тоже был в небесных чертогах. И нам нет нужды сражаться. Преклони колени, признай свою вину, и все это останется в прошлом. А ты умеешь молоть языком. Почти так же хорошо, как свинья. Спасибо, позабавил. Слово о забавах. Как ты смотришь на то, что я вырву твой лишний глаз и съем его на завтрак? Не бойся, у тебя останется еще два. Сможешь полюбоваться, как я выпускаю кишки небесной швали. И этим, и тем, что наверху. И псине твоей черной. Ну, кто на меня? Все, рубила лопашку. Тебе дали столько шансов, а ты от всех отказался. Сплошная неблагодарность. Да я тебя сейчас наковыляю. Два счета. Я в невидимку превратился. Как это круто, биться в облаках. У нас есть еще супер крутые удары, но их чуть на потом оставим. Я сейчас разберусь, как, что тут. Я даже тень твою оставлять умею. Офигенно. Ну, кстати, мужик этот намного выше меня. Он какой-то крутой. Откуда стрела? Мощная атака сейчас. Давай, мощная атака. У ворот, у ворот, у ворот. Отлично, молодцом. Молодцом. Длинная палка. Но она промахнулась, длинная палка. Давай еще раз. Да что ж такое-то? Я буду или кто? Обезьяна богов всех. Могучественная. Я должен наковылять ему. Вот опять он стрелу запустил. Ой, молнии начались. Молнии, искры. Все. Я разозлен. Давай, мощная атака. Шляха его. А, это он стрелу пускает. Все, я понял. Получай. Я думаю, пришло время суперударов, да, твой? Давай попробуем. Прочная. Кожа. Он мне сейчас ничего не сделать, наверное. Ворот. Прыжок. Он меня каким-то макаром умудрился задеть, как я прыгнул ему за спину. Давай вот это попробуем. Обездвиживание. Прочную скалу врубаем. А, я когда прочную скалу врубаю, я двигаться не могу. Все, я понял. Теперь обездвиживание. Он станет. И выпускаем могучую двойку. Точнее, двойников. Но он куда-то сбежал бы, значит. Ух ты! Победоносный Бута. Ты хоть знаешь, как много тех, кто отдал бы все, чтобы обрести бессмертие? Бессмертие? Сколько держав и живых созданий обрекли себя на гибели за одного этого слова? Теневые клоны! О, братва, подъехала. Теперь обездвиживание. И мочим его. Мочим, мочим, мочим. Как я на паху забрался. Круто. Я еще раз так хочу. Кожу. Рубаем кожу, он мне ничего не сделает. Класс. Кожа скала меня выручает. Я его сейчас задолблю своими двойниками. Мочите его, ребята, мочите. А, все, они ушли. Суперудар, давай, суперудар. Опа, хорошо. Это, че, мощный удар был. Ой, 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 а че началось-то? Стальная кожа! Блин, я один удар, короче, смог отбить твоей стальной кожей. Каменной, вернее. А остальные, они прошли. Обездвиживаем. Постой, немножечко. Побалдей. О, хорошо. Давай! Есть. Удар. Кожа. Раз ты не подчиняешься мне, значит, что-то там хана мне, типа он обиделся на меня. Я тут дерусь и не успеваю читать, вообще-то, ребят. Давай его, стан его. Стан, застан. Ха-ха, прочная скала сработала. О-о-о-о, что-что-что началось? Как он меня отбил? Снова искры! Эпичный полет в небесцах. Куда ж без этого? Оружие сами дерутся, ну, как во всех. Крутых божественных боевиках. Палка, видал, как вытянулась? На метров сто так. Ну, вот и нет армии. Еще и бога гигантского прокинули. Ох, ёп. Вовремя я свою каменную броню врубил. На меня обрушились все боги. Огромных четыре бога мутузят одну маленькую обезьянку. Это как-то даже смешно. Отведай моего топора! Гнусная обезьяна! Вот это топорик. Ах ты, козлина! Одну гору снес! Я за эту гору стою горой! И ты называешь это поединком, наглец? Солнце слепит! Сразись-ка со мной в лесу, если смелости хватит! Я в сову превратился? А он в сокола. Так, подожди, я еще в птицу умею превращаться? Обалдеть! Я думал, что в облако сяду и улечу. Но нифига. А, это не сова, это какая-то красно-пернатая птичка. Не знаю, на кого она похожа, но там точно сокол. Что произошло? Нет, укун! Что за рога? Что-то сдавило мою голову магическое, и я теряю сознание лишь. Очень плохо, очень плохо! Укун, нет! Твою ж мать, он пронзил укуна. Он победил, ты прикинь. Еще и гору снес вторую. Ну ладно, не снес. Немножечко покоцали. Ну капец, укунда выпендривался так, что его в итоге поразили. Да, я думал, что укун вывезет его. Вот так закончилась история сунг-укуна. Героя, для которого свобода была превыше всего на свете. Да, он стал Буддой, но бремя небесных законов оказалось для него непосильным. Он жаждал вернуться домой, простым радостям нашего народа. Невдомек было укуну, что его отказ переселиться пробудит в небожителях подозрения. Этот камень долгие века покоился на склоне горы. Еще в юности я слыхал, что в нем заключены останки укуна. Нерожденный, не умирающий. Такова природа каменной обезьяны. Тело укуна погибло, но дух его по-прежнему среди нас. Вскрываясь от врагов, он превратился в шесть реликвий, спрятанных по всему свету. Они – суть шесть чувств великого мудреца. Вот уж долгие века никто не видел эти реликвии. Я стар, и уже не перенесу дальнюю дорогу. Но среди вас может быть избранный тот, кому суждено собрать реликвий укуна. И когда они вернутся на гору Хуага, укун пробудится ото сна. Ну, начало, конечно, эпик. Эпик. Легендарий. Черный миф укуна. Глава первая. Черные небеса, красный огонь. Ноги сбиты в кровь. Человек бежит на зов монет. Знаешь, лучше дома места нет. Мы растем, обманывая смерч. Ого, видал? Что судьба в подарок нам преподнесла? Ну и ну, какая удача. Похоже, он упал с дерева неподалеку. Как вовремя. Персик будто знает, что у меня в брюхе пусто. Ах ты, зараза! Думал меня обхитрить? Ты за это поплатишься! Да я вам честно ковыляю. Опа, у воротик. Блин, знаешь, что плохо? Что у меня нету теневых клонов, как у Кунда. Ну зато я с ними быстро разобрался. Каждый раз придешь и что-нибудь выдумываешь. Проказничаешь, как всегда. Кто, 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 кто это говорит? Непонятно. Ладно, идем вперед. Там еще что-то про портреты говорили. Бег. Побежали. Ой, попил водички. Здорово. Провести мощную атаку. Ну давай. Опа. И все. Забрал его в волю. Зеленая фигня волей называется. Обезьянка вверх по ступенькам. Можем пойти налево. Можем пойти направо. Но все равно окажемся в одном месте, наверное. Что такое? Усиленная мощная атака. Y. Удерживайте, чтобы усилить атаку и накопить очки концентрации. Зажав кнопку мощной атаки, можно усилить удар. При этом... Ясно. Ну давай попробуем. У него тоже там палка. О-о-о. Ну нормально. Неплохо так его. У ворот. И по спине. Твой дух теперь мой. Портреты обновлены. А-а-а. Стой, я понял. Я понял. Мы, короче, можем в журнал зайти и посмотреть. Видимо, портреты. Вот они. Меньший Ягуай. Это, в общем, все враги, которых я буду встречать, они будут здесь описываться. Волк-разведчик. Как и во всех ролевых играх. Ну не во всех, в большинстве таких подобных играх есть такая фишка. Журналы с противниками, где описываются их слабые места. РТ. А зачем я... Ну, подправим здоровье, ладно. Золото нашли? Крошечный кусочек золота. Ну, это хорошо, что не черкаши. Сундуки лежали. Знаешь, открываешь, а там вонищие и черкаши чьи-то. Педестал. Чего же ты ждешь? Вырви у себя волосы, сделай подношение. Сакура проросла, скорее всего, это педестал сохранения. Эй, 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 постой! Я хранитель горы черного ветра. Уже давно я жду твоего прибытия. Я думал, это обезьяна, это старичок, какой-то гном. Прямо один в один. Пожалуй. Впереди нас ждет храм Гуань-Инь. Как-то давно в него часто приходили молиться, но затем случился страшный пожар. Позже здание отстроили. Ну, какой толк от восстановленного храма, если добродетель так и остался пеплом. Ты позабыл это место, но оно не позабыло тебя. Это опасный враг. Удачи тебе. Талисман. След благовоний. Особые предметы. Короче, этот дед намекает на то, что во мне душа укуна, того бога. Скорее всего. раз он говорит, что это место не позабыло тебя. Здорово, ребят. Я сейчас поднакоплю палочку. Смотри, как она засветилась. Кто хочет ко мне. А, у того щит, кстати. На! Он меня ударил немного. Уворот. Прыжок. Смотри, я с прыжка. Подбегаю и вот так вот себе. Уворот. По-обезьянски буду поступать. И я! Уворот не получилось. Так, ладно. Смотри, как могу. Неплохо. я слышу речку. Красивая природа, ничего не скажешь. Разработчики и молочки. Волчий лес. Ты тоже хочешь отведать мои палки? Держи. Готов. Мощная атака сразу всех вырубает. Там он тоже еще волчонок ходит. Ну что, давай с разбегов, с прыжка. Я перепрыгнул тебя немножечко, ничего страшного. Ты меня даже ударить умудрился. С ноги. С палки верни. Уворот. Прыжок. Прыжок. Еще. Еще прыжок. Нормально. Искра. Первую искру свою в жизни заработала. Кстати, грибы, наверное, есть можно собрать. Лиловые линжи. Скорее всего, я смогу делать эликсиры потом из этого всего. Есть тут кто еще? Тут наверняка какие-нибудь места интересные есть. В плане, где спрятаны сундуки или еще что. Это обезьяна или нет? Не, у обезьяны таких хвостов нет. Ну, похоже на обезьяну, если честно. Ну, она на крысу даже большую похожа. Крыса с черепашек ниндзя. Так, оттуда. Я пришел вон оттуда, вон в той горы. Здесь есть еще проход. Ух, елки-палки. Что за бугай? Как думаешь, смогу я его вынести? Бык-стражник. Ладно, давай, рискнем своим здоровьем. Это типа мой первый босс. На циклопов похоже. Ух ты, надо быть очень резким. Вторая атака, третья атака, считаем. Так, после первой такой атаки. Уворот, уворот, уворот. Ага, можно на него напасть. Уворот! Еще уворот. Он передыхает. Уворот! Действия расходуют очки выносливости. Когда они закончатся, вы не сможете совершать некоторые действия. Оп, понял, понял. Мимо. Хорошо вернулся. Уворот. Давай к нему подбегут. Ну, где моя палка? Накопись. Что-то палка не накопила энергию. Ох, ох, ох. Как он мне киданул-то? Что произошло? Он встану шел. Знакомый символ. Дедуль. Ну, спасибо тебе, конечно. Времени прошло много, но магические оковы до сих пор действуют. Раз уж ты прибыл сюда с горы Хуага, он не помешал обучить тебя полезным приемчикам. А теперь дай мне руку. Обездвиживание. Одно единственное движение рукой заставляет рога застыть на месте. Вот так. Если на тебя внезапно нападут злодеи, просто укажи на них пальцем и сотвори заклинание. чтобы они застыли на месте. Увы, мое заклинание очень слабое. Оно действует лишь несколько мгновений. Однако его силы хватит на дуралеев вроде этого. В общем, это твой козырь в рукаве. Ягауи в наши дни совсем распоясились. Не беда. Пусть новое заклинание поможет тебе. Так, отходим. Уходим, уходим, уходим. И попьем сейчас водички. У меня выносливость к тому же закончилась. Я попил. Отдохнул. Освежился. У ворот. Еще раз сейчас ударит. Нет, не ударит. У ворот. Бьем бабушки. Промахнулся. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Вот сейчас можно, в принципе, шандарахнуть его. Давай, палку на... А, во, накопилось. Я на него, на меня. И, конечно, он победил. Стенка на стенку не вышла. Давай, еще раз поднакоплю силы. А я могу выворачиваться с накопленной силы? Да, могу. Еще. Так, бутылочки воды давай попьем. Я хочу мощный удар нанести ему. Но что-то палка не накопилась. Давай же, давай же, давай же. Да, елки-палки, смоталки. Короче, дело к ночи. Когда что-то пытаешься сделать красиво, мы всегда это выходит. Поэтому просто добиваем такого. Искра плюс один. Теперь уже два. пряжку забрал с него какую-то. Дальше пройти мы можем, но я хочу сбегать еще назад. Посмотреть, куда крыса убежала. Блин, туда можно пойти, сюда можно пойти. Скорее всего, там тупик, где мы крысу видели. А может и не тупик. Типа спрыгни вниз. Да, мы можем спрыгнуть вниз. А нет, не можем. Я понял. Если по этой дорожке мы пойдем, мы возвращаемся назад. нам туда нет смысла возвращаться, хотя я там кого-то вижу. Нет, это кусты. Окей. Значит, здесь линейная карта. Там кто-то болтал, я слышал. Ну, пускай болтает. Мне однозначно сюда нужно. Все. Развитие Искры. Открыть меню развитие, чтобы пробудить таланты. Сейчас попробуем. Давай. Развитие. Что мы можем здесь прокачать? Умение. На богов надейся, но сам выбирай пути, направление, распевая мантры свои, развивай ты умения. Хорошо. мистицизм. Основные. Развивай свое тело. Стойки для боя с посохом. Понятно. Ну, что? Давай мы короче тело свое прокачаем, наверное. Раскачивать тут дофига всего можно. Просто капец. Начнем с тела. Да. Это будет правильно. С каждым уровнем таланта уменьшает затраты выносливости на ускорение. Ага. С каждым уровнем таланта уменьшает затраты выносливости на уклонение. Увеличивает дальность атаки первого удара в серии быстрых атак. Так, так, вращение посохом. Классное умение. Хочу, 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 хочу. Давай, наверное, купим. Что у нас? С каждым уровнем таланта увеличивает максимальный запас здоровья. Максимальный запас выносливости. Это прокачаем. Пока так. Теперь мы умеем вращать палкой. Вот так вот, смотри, по-крутому. Повыпендриваться можно. Ну, че, кто хочет отведать мои новенькие переемчики? Вон там вижу противника. И рядом с ним грипп, по-моему. Держи. Забавная штука. Как пилорама распилил чувака палкой. А туда можно прыгнуть? Нет. Попьем водички святой. Я попил или не попил? По-моему, у меня вода закончилась. Это плохо. Восстанавливать свои силы я более не могу. Я теперь только одним этим приемом буду драться. нет, я не буду этим приемом драться. Постоянно. Вот тут что-то можно видимо набрать водички собрать. Черт. Сдох. Давай-ка наберем. Да, тут воду мы набрали. А нет, лотос подобрали. Выпей же что-нибудь. У меня ни черта нету. Я сдох. Прикинь, меня отравило. Короче, это волчица и все. Я того. Волос. Волос вылетел из меня и сейчас полетит скорее всего в алтарь. Сопротивление черным проклятиям. Ну да, вот и алтарь. Ближайшие холмы. И теперь отсюда мне нужно будет бежать туда снова. Каким-то Dark Souls попахивает. и заново все противники здесь, конечно. Но у меня же сохранился прием. Да. Так что теперь я еще с приемчиком. Готов. пройдет. Ну и можно по другому пути пройти в этот раз. Так, поскольку у него двуручное оружие, он даже не сможет замахнуться, по идее, пока я бью вот так палкой. ну да. А нет, смотри-ка, что сделал, Негодай. Ах, ты негодай. Проворную обезьянку обхитрил. Так, что же здесь? Почему я в прошлый раз сюда не дошел? Тут наверняка что-то где-то спрятано, может быть. Да! Вон там цветок какой-то. Готовы? Что это? Собрать. Семя горечечавки. Горечавки. И название. Вначале подумал, что семя гречки подобрал, но вот еще что-то там. Гриб, наверное. Давай, собираю уже. Гриб, гребучек возьми. А мне, я надеюсь, не придется заново биться с этим бугаем. О, хорошо ударил. Очень неплохо. Бугая нет? А! Здесь тоже есть горечавка. Горечавка называется она. Бугая нету, видимо, это был какой-то ключевой босс, мини-босс. И он уже больше не респавнится, как мелкошня всякая. Зато я теперь с пул здоровьем. У меня есть эликсиры, дальше мы пройдем спокойно. Искру еще одну получу. Потом на развитие пустим. Так, с этим надо быть поаккуратнее. Он с ядом. Нормально. Или он тот с ядом был. Ух, как я его. Все, меня даже никто не задел. Никто не ударил тут сейчас. А куда нам идти-то, собственно? Вверх, по горе. А ты что тут сидишь медитируешь? Волк позорный. Заберу его волю к себе в кулак. Надо на ком-нибудь стан опробовать. А то на босс союзал и все больше не использовал. Коснусь пальчиком кого-нибудь и он уйдет ненадолго в аут. Вот, наверное, здесь. Не, фигня. Эта штука, когда я верчу палкой своей, прикольная, конечно, но не в долгой перспективе. Очень много промах. Можем в пещеру зайти и сперва только здесь. Все, смотрим. Сколько в склянках воли было. медитировать. Давай посидим, помедитируем. Восстановим здоровье, наверное. Я палку убрал в ухо? Ну, ладно. Прекрасный вид. Ну, все, посидели и хватит. Снова достали палку из уха. Короче, медитация дает искру. Угу. Пора что-нибудь прокачать. Да? Улучшить палку-махалку. Вращение в движение, чтобы быстро сократить дистанцию с врагом и оглушить его. Ну, как бы я это делал всегда. Палку-махалку продолжаем качать. Также запас выносливости. Потому что, если закончится выносливость, я начинаю очень плохо бить. Меньше наносить урона. Поэтому выносливость наша все. ее обязательно надо качать. Надо дойти до пьедестала того сохраняющего. И тогда только я смогу завершить запись. А пока играем и идем. Это не пьедестал. А, вот что, собственно, и пьедестал. Он как будто меня подслушал. Отдых, развитие, магазин. Можно в магазин зайти? Крупицы воли можно обменять на товары, а товары на крупицы воли. Пойдем посмотрим, что там в магазине есть. А, снадобие защиты от зла, охлаждающие порошки. Их покупать нужно. А есть вооружение какое-то? Я просто видел, что мы можем переодевать. Нет, тут ничего нет. Не интересно. Развитие. Мы только что в... Погоди, разжечь и скру. Давай. А, ну мы это делали. Выбрать заклинание. Тут у меня уже выбрано все. Тогда отдых. Ладно, давай дальше еще пройдем до следующего пьедестала, а то что-то как-то маловато поиграли, мне кажется. Погоди, куда это ты так уверенно направляешься? Все не так просто. Дай-ка я превращу тебя в золотую цикаду. Тогда ты сможешь полететь на огне впереди и незаметно обследовать гору. лечи! Ну вот, я теперь цикада. Но это еще не все, на что способен мой скромный алтарь. Скоро ты все поймешь. Ну, полетели. Кто бы мог подпомнить? В недрах горы Черного ветра сокрыто множество тайн. В облаке цикады проще исследовать местность. Но помни, что пробыть в этой форме долго не получится. Если потеряешься, то лети на мой голос. А теперь в путь. А что, далеко мне лететь-то? К боссу? Еще один босс. Смотри, какой. Блуждающая умиротвори... Ага. Босс меня ввалил. Ох ты, елки-палки, как он хлопает руками. У ворот, у ворот, у ворот. Надо попить. Нифига себе. А ну-ка, постой. Я тебя просто пока лошмарю. Ворот. Мне нравится, когда я грамотно делаю вороты, теневой клон остается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, это была плохая вообще идея. Я половину здоровья своего бахал. Ох ты, елки. Ты кто такой? Нифига себе. Я вот за колонной спрячусь, еще надо попить. А у меня кончилось надобие. Я понял. Я понял. Могу ли я его вывести, или нет? Стоп, он этот сломал. Ага. Он здесь, кстати, на него прикольно. Все, я сдох. Вот так вот. Ну, по крайней мере, я узнал приемчики этого босса, и в следующий раз мы должны с ним справиться. так, а как мне снова превратиться в цикаду? Я могу это сделать? Перемещение. А, это мы телепортироваться можем? Странно. только один раз я как-то в цикаду смог превратиться. Старичок! Это каким-то кидалом попахивает. Хм. Ладно, потом как-нибудь соображу, как это делается. Видимо, сейчас мне это недоступно. Кто первый? Кто получит мегапалку? А, нормально, Ну, я тоже, конечно, захотел. Что у вас тут? У них воля была. Это хорошо. Тут что-нибудь у нас есть? Зачем этот закуток? Для грибка? Ну, допустим. Я его нашел. Я молодец. Поглажу себя по головке. Так, здесь у нас вот мешок какой-то. А, это не мешок, это сидел волк. Мешок с костями сидел, короче. Что это за? Ну-ка, постой-ка. Давай, махай палкой. Ух ты, ух ты, ух ты. Мы вышли из бухты. Вот это меч у тебя. Слушай, да блин. Он так долго им махал, что я... Он меня обманул попросту. Зараза, я сейчас сдохну. сундук охранял, а? Негодяй какой. Крепкий. Готов. Ушатал его. Давай посмотрим, что он нам охранял. Снадо без защиты от зла. О, вот неплохо. Это хорошо. Выполнить вращение посоха. О, я вот так еще стрелы могу отбивать. Класс. Сейчас я только выпью. И, пожалуй, по низу пойду. Тут есть возможность пройти. Вот как-то вниз вот так вот спускаемся. Здесь, к сожалению, никого нету. Ну, как бы, к моему счастью, никого нет. А что ты? Возьми уже этот цветок. Оп, паньки. Ты кто такой? Какой странный тип. Блин. Нифига себе, он меня сразу вынес. Больше половины хп просто ушатал мне. Да. А я-то думал, я крутой. Вначале всех раскидывал. А тут по факту-то вон, ну, ну, что? Не все так просто. Ладненько. Давай на этот раз мы здесь остановимся, пожалуй. Я прямо вот так вот сохранюсь еще раз тут. И все. А тебе, если понравилась эта игра и ты хотел бы увидеть прохождение, то с тебя лайк и подписочка, чтобы не пропустить следующего видео. Я думаю, что сейчас все ролики будут по этой игре, так как игруха мне зашла, мне понравилось. Сюжет у нее долгий. Мучиться здесь придется тоже долго, по всей видимости, так как это что-то наподобие Dark Souls и все такого подобного. В общем, боль и страдания впереди меня ждут. Поэтому лайк, подписочка и увидимся в новом ролике. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok